МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один момент. Теперь у всех детей-участников СВО есть право на получение регионального маткапитала. Далее. Приморские педагоги-участники СВО сохранят право на компенсацию аренды жилья во время военной службы. И, наконец, участники специальной военной операции, получившие ранения, будут иметь право на компенсацию расходов на приобретение протезно-ортопедических изделий без учета доходов, право на социальное такси до установления инвалидности, а также на санаторно-курортное лечение. Законопроект направлен на предоставление мер социальной поддержки гражданам, не являющимися инвалидами, но получившим увечья, ранения, травму, контузию в ходе участия в специальной военной операции и предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты. Данная мера социальной поддержки послужит существенным подспорьем для семьи участника спецоперации и даст таким семьям уверенность в том, что они будут защищены, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Учитывая плотный график визитов чиновников федерального уровня и проведения масштабного всероссийского мероприятия, о котором мы говорили в первой части выводов, региональная повестка не пестрела громкими событиями. Если коснуться тем, которые по-прежнему остаются в топе и волнуют и тревожат приморцев, это дороги, здравоохранение и ЖКХ. Замечания, жалобы и предложения ежесуточно поступают в чат-бот Центра управления регионом. Отработка идет сразу же, практически в ручном режиме. Для множества приморцев этот правительственный подвет давно стал достойным помощником в решении конкретной проблемы. Еще один – это точечный разбор острых вопросов, когда с личными обращениями граждан принимает глава региона. Вовлеченность в проблему и оперативное решение – основные характеристики такой работы. В июне мы рассказывали, как сын погибшего участника СВО получил исчерпывающий ответ по поводу своего зачисления в Нахимовское училище. Потом были граждане из Артема, потом Дальнегорск. Бывает так, что что-то в публичное пространство не попадает. Люди либо сами пытаются разрулить непростую жизненную ситуацию, либо находятся в ожидании чиновников. Так бывает. И вот еще один пример того, как, казалось бы, безысходная ситуация для многодетной семьи Людмилы и Сергея Казачук из «Партизанска» разрешилась. Это касается решения жилищного вопроса. Люди не соврут. Смотрите далее. Расскажите нам, в какой ситуации вы оказались, если отмотать время чуть назад? Ну, буквально, второй год пошел. Жили, получается, в трехкомнатной квартире у тещи. То есть там еще два брата, у жены есть старшие. Ну, и у нас трое детей было. То есть, получается, взрослых. Вы, жена, двое братьев. Братьев. Да. Это уже четверо взрослых. Мама, папа. Мама. Так. И трое еще детей. И трое детей. В трехкомнатной квартире. Да. На пятом этаже. И в любом случае, вы, наверное, вместе с супругой решение было однозначно. Нужно что-то делать с квартирным вопросом. Как-то его решать. Да. Мы давно хотели свой дом. Именно свой дом, не квартиру. А здесь, получается, с жильем у нас, когда материнские капиталы выделяются на детей. У нас же все только через банк надо взять кредит, потом гасить, платить вот это все дело. У нас этого не получалось, так как у меня заработная плата маленькая, а из девенцев очень много. Ну, я в Порту-Восточном работаю. Туда приезжал Олег Николаевич Жемяко, наш губернатор. Ну, под какой звездой я родился, я не знаю. Просто дали мне возможность спросить, сказать. Ну, я, получается, спросил просто, как вам на прием попасть. Потому что мы через интернет пробовали, но никак. Ну, просто вот, в нужный момент, в нужном месте оказался. И он даже сам предложил. Ну, примерно так задачу, проблему объяснил. Я, говорит, завтра буду принимать граждан. Вот он вне очереди меня просто, прям, меня с работы отпустили. И вот мы попали к нему на прием. Там вот замминистра был, Антон Николаевич Нечухаев. И там уже в нормальном, как бы, ну, узком кругу, скажем так, специалистов. Вы стали уже детально прорабатывать свой наболевший вопрос о том, что жить, ну, просто негде, а семья большая. У нас был присмотренный уже дом на тот момент, когда мы с Олегом Николаевичем разговаривали. Там немножко получше, конечно, чем этот. Но он и дороже стоил. Просто его пока все это мы проходили, все эти инстанции, его просто его продали. Ну, и по факту, за сколько вы купили этот дом? За 800 тысяч. Все, вы сейчас никому ничего не должны. Никому ничего. Это вот спасибо Олегу Николаевичу. Прямо огромное от всего сердца, всей семьи. С резервного фонда Примозского края. Прямо 800 тысяч они выделили на покупку жилья вот этого дома. Ну, отлично. Все, теперь, я думаю, пойдем на огород. Здесь у нас чеснок, кальраби, там капуста у нас есть. Вот помидоры, там капуста. Это вот маленькие кустики, это мы на рассаду взяли. Там буквально по несколько картошин дали, мы разводить будем картошку. Вот у нас опять капуста, вам видно, краснеют помидоры у нас уже. Но все эти культуры хороши для большой семьи. То есть вы сытый круглый год, можно сказать. Кормимся огородом. Вот это белый прозрачный, сладкий-сладкий. Вот это черный виноград. Вот это вот тоже черный. Но это же тоже нужно еще уметь выращивать, как-то ухаживать. Откуда у вас это? А я... Любовь. Волнуюсь. Ну, я-то на земле вырос. Сам-то я с поселка Липосово, с сахтняпостого района. Девять с половиной лет в шахте отработал. То есть шахтер. Много поощрений, грамот. Ну, как бы родители приучили. Как потопаешь, так и полопаешь. То есть вы знаете, что такое работать и жить на земле. Где ваши арбузы? А вот мы сейчас к ним подошли. Вот интересно. Вот она грядка с арбузом. Ой, маленький арбузик. Посмотрите. Выращенный. Да, с вами. Заботливыми руками, да, Сергея. Еще чем запомнилась уходящая неделя. 23 июля в Японском море завершились российско-китайские учения «Север взаимодействия-2023». Моряки противоволодочных кораблей военно-морского флота России совместно с китайскими миноносцами и сторожевыми кораблями успешно отработали совместные навыки введения морского боя и противовоздушной обороны. После учений все военные пришпортовались в наш порт. Понятно, что за всем, что происходило в море, пристально наблюдали, ловили каждый звук и не только зарубежные СМИ. Для них, когда у России с Китаем что-то совместное, всегда вызывает раздражение, а то и агрессивные конвульсии. Но нам с чего сворачивать с заданного курса? У нас путь лежит на восток. И Китай наш стратегический партнер. Так что мы делаем свое дело и хорошо отрабатываем в том числе и военное взаимодействие. Запланированные стратегические российско-китайские учения проходили в Японском море четверо суток. Вывод командиров двух государств. Военнослужащие на 100% выполнили все поставленные задачи. Теперь курс на Владивосток. Своих земляков приветствовали сотрудники консульства Китая. Стоянка недолгая, зато культурная программа содержательная, чтобы успеть познакомиться с культурой страны-союзника. Это наша общая радость, потому что это такое яркое проявление нашего стратегического взаимодействия. Особенно на фоне того, когда западный мир, в частности Соединенные Штаты, так сдерживает как Китай, так и Россию. Мы должны так взаимодействовать. За все время, что были в море, военные отработали 20 боевых упражнений. Причем были не только артиллерийские стрельбы по разным видам целей, но и отработка навыков противовоздушной обороны. К учениям с двух сторон привлекли более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, а также истребители-перехватчики. От нас в учениях приняли участие большие противолодочные корабли ТОВ. Со стороны Китая были задействованы эсминцы и сторожевые корабли. В понедельник вся эта стальная мощь зашла в наш порт. Одному кораблю даже места не хватило, встал на рейде. После ювелирной швартовки первым на приморскую землю спустился контр-адмирал Китая Цю Ваньшэнь. «Прежде всего, разрешите мне от имени китайских войск, привлеченных к военным учениям, выразить благодарность Тихоокеанскому флоту за горячий прием». В ответном слове наш вице-адмирал Денис Березовский отметил, что военные и морские силы России и Китая давно связывают узы сотрудничества, позволяющие точно выполнять все поставленные во время учений задачи. «Российские моряки совместно с китайскими товарищами каждый год с особым усердием и ответственностью подходят к подотоке. К участию в этом серьезном испытании одна профессионализм, которая дает обрести новые навыки, опыт и умения в ратном совместном труде». На Западе такое военное партнерство, а именно так и есть, безусловно, отслеживают. Мы тоже умеем считать. Так, в прошлом году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений. Наибольшее количество за последние 20 лет. Таким образом, Россия потеснила Америку в плане лидерства в этом отношении. И это факт. Ведь никто не скрывал, Владимир Путин в апреле заявил, что КНР является важнейшим партнером России и отношения двух стран находятся в наивысшей точке развития. А в марте в китайском Минобороны подчеркнули, что нынешний военно-политический альянс превосходит модель эпохи Холодной войны. Армия обоих государств намерена совместно проводить регулярное патрулирование в воздухе и море, а также организовывать военные учения в целях поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие выводы мы сделали на этой неделе. Следующие, не сомневаюсь, будет богато на события. Встретимся в субботу в 20 часов на общественном телевидении Приморья. До встречи. Ну, а темы, которые вас интересуют и которые стоит обсудить, сбрасывайте в официальный аккаунт ОТВ и мои соцсети. И не забывайте смотреть ОТВ, можно и в социальных сетях. Онлайн-вещание, есть Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. И РОТОП.